Здарова, бандиты! С вами Вайн Ройалти. И в этом ролике мы с вами поговорим о том, почему женщины так защищают свою дружбу с мужчинами. Откуда здесь вообще растут ноги? Вообще, какова природа этого явления? Почему мы имеем то, что имеем? Смотрите, дружба между мужчиной и женщиной, стоит ли говорить, что это вещи несовместимые? Как еще Оскар Уайлд говорил, что между мужчиной и женщиной может быть любовь, страсть, ненависть, все что угодно, но только не дружба. Сука, Оскар Уайлд! Оскар Уайлд не может быть неправ, камон! Девчонки, если вы меня смотрите, Оскар Уайлд! Вы уважаете Оскара Уайлда? Я думаю, уважаете. Ну он же ж поэт, вы любите там поэтов, писателей и кто он там? Короче, вы любите художественную литературу считать? Вот, Оскар Уайлд, он классный чувак, классные вещи пишет. И про дружбу он тоже классно написал. На самом деле, на записи этого ролика меня сподвиг, короче, мой ролик в ТикТоке про парней, которые дружат с девушками, он называется. ТикТок сейчас по несколько раз старые ролики откручивает, и вот он в очередной раз начал этот ролик откручивать, да, там он залетел еще на 500 тысяч просмотров, короче, вот. Я там рассказывал о том, что еще в том году я выписывал, короче, девочку с Тиндера себе домой, она ко мне приехала, мы с ней клево провели время, вечер-ночь, все, а на следующее утро я ее провожал, и ее встретил ее, типа, друг, друг, да, который с другого конца города поехал за ней, начал ее возить по городу, они там шопились, короче, он как собачонка такой был, как прислуха. Вот, и она такая, типа, Вань, ты ничего не подумай, это просто друг, я такой, ну, маску слава парня одел, такой, да, да, конечно, друг, друг, я верю, малышка, друг, охуенно, да, дружба между мужчиной и женщиной, да, друг, епта. И когда этот ролик сейчас вот откручивался, там, соответственно, куча комментов новых появилась, и столько женщин, ну, и до этого они писали, но в этот раз просто столько женских комментов было, где женщины защищали свою дружбу с парнями, я сейчас, наверное, тут прикреплю, да, намонтирую, короче, как-то прикреплю эти комменты, часть из них, короче, вот. И там прямо они так топили, что, типа, нет, ты не понимаешь, ты такой ограниченный, дружба между мужчиной и женщиной существует, да, как ты не понимаешь, в каком мире ты живешь? Фух, не знаю, в каком мире вы живете, ребята, я живу в реальном мире, и в реальном мире, в нормальном мире невозможна дружба между мужчиной и женщиной, но это понятия несовместимые. Ну, ладно, давайте попытаемся разобраться, смотрите, по Аристотелю есть три вида дружбы ради выгоды, ради удовольствий и истинная дружба, да, где тебя интересует сам человек, его сущность и этическая составляющая, как ни крути. Так вот, я сейчас не буду мужчин как-то обелять, мужчины тоже, да, не все умеют дружить, мужчины также дружат ради удовольствия, ради выгоды, если вам повезло, у вас есть истинные, настоящие друзья, вот. Но, но, мы сейчас поговорим про женщин, как женщина может дружить с мужчиной, именно дружить, то есть, ради удовольствий, ну, это friends with benefits, это где, ради, смотрите, смотрите, каких удовольствий. Если мы говорим про здоровую дружбу, здоровый формат friends with benefits, я только за такой подход к делу, то есть, у меня куча подруг, и мы с ними встречаемся в формате friends with benefits. Такая дружба, это экологичная дружба, это нормальная дружба, это так и должно быть, классно, никто никому ничего не должен. И вы с девочкой в гармоничных, так сказать, отношениях формата friends with benefits, если это устраивает обе стороны, тогда это норм, тогда это имеет место быть, почему бы и да. Но, мы тут говорим про другие удовольствия, мы говорим про удовольствия, когда удовольствие получает женщина, а мужчина эти удовольствия организует и спонсирует. Вот, ради удовольствия, такая дружба, короче, ну, со стороны женщины к стороне мужчины. То есть, ну, какие мог быть удовольствия, когда мужчина встречается с женщиной, и они не трахаются. Да, я опять, наверное, сексист, да, ребята, ну, простите, ну, вот такой вот я. Ну, я вот вижу, короче, в женщине сексуальный объект, ну, не могу ничего с собой поделать. Вот я вижу женщину, у нее сисечка, сисечка, сисечки, сисечка. У нее сисечки, у нее осиная талия, у нее классная попа. Да, я хочу ее трахнуть. Вот такой вот я скотина, такой вот я мужлан. Я хочу ее трахнуть, я хочу в нее свой член засунуть. Да, не хочу я с ней дружить, я хочу ее трахнуть. Не могу с собой ничего поделать. Так вот, какие могут быть удовольствия от общения с девочкой без секса? То есть, да, для девочки по кайфу, когда ее там водят по кино, барам, клубам, ресторанам, за нее там башляют, ей организуют досуг, это клево, круто. Но для тебя это какой кайф, дружок? Алло, алло, очнись, какой кайф это для тебя? Ну, понятное дело, да, что ты хочешь ей присунуть, просто у тебя яиц нету, ей об этом по-нормальному сообщить, продемонстрировать свои истинные мужские намерения. Поэтому ты как кукол с ней дружишь, да, там, за ручку ее водишь, да, возишь к альфачам, которые ее трахают. А ты как шофер ее извочек, забираешь ее от тех чуваков и там, давай, шопится с ней и все остальное. Вот, вот такие вот удовольствия у тебя, ну, извращенные это удовольствие, дружок. А для девушки, да, такая дружба ради удовольствия, она имеет место быть, почему бы и да. Идем дальше. Ради выгоды. Ну, в принципе, то же самое, то же самое, что и ради удовольствия. То есть, ради выгоды она может тебя использовать, хорошо, если мы говорим про выгоду нематериальную, она может тебя ради выгоды использовать в качестве такой, знаешь, эмоциональной помойки, куда она все свои плохие эмоции будет сливать, как унитаз, короче. То есть, как бесплатного психолога. Вот то, о чем мы с вами говорим. То есть, грубо говоря, ее там поматросил и бросил какой-нибудь альфаич, да, там, или там поставил ее на место, сказал, все, выпроводил ее, и она со слезами приехала к тебе. Плакаться в твое крепкое мужское плечо. Ты же такой крутой, ты же такой настоящий мужчина. Ты же никогда не бросишь девочку в беде. Вы же с ней дружите, да? Ну, ты же веришь в дружбу между мужчиной и женщиной? Какой ты хорошенький. Как хорошо, что такие парни, как ты, есть на самом деле. Бля, чел. Знаешь, короче, для скольких женщин я был просто другом. Ну, они обо мне говорили другим мужчинам, они спрашивали обо мне, кто это такой, кто это такой, что это за парень. И они говорили, он просто друг, не волнуйся. Поэтому, блин, если вы, чуваки, верите в дружбу между мужчиной и женщиной, ну, опять же, окей, хорошо, верьте, базара нет. Ну, мне это только на руку, короче, и нормальным парням, которые шарят, нам это только на руку. И дальше идем. Третий пункт. Истинная дружба по Аристотелю, где тебя интересует сам человек, его сущность и этическая составляющая. И это именно та самая охуительная история, которую женщина тебе будет рассказывать чаще всего. То есть, типа, ты не понимаешь, он такой интересный человек. С ним так интересно говорить на глубокие философские темы. Вот эти вот все экзистенциальные кризисы, короче, обсуждать вот это все. Мне так духовно с ним интересно, морально, колоссально, нравственно, там еще как-то там, короче, вот. Ну, и потом вот так вот она тебе рассказывает, рассказывает, на уши лапши навешала, ты такой, типа, о, да, 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 ну, да, наверное, да, да. А потом хуяк, и она у того, с которым ей духовно было интересно, она на хуе скачет, оказывается, да. Ну, оп, пара-па-па-пам. Так вот, почему женщины так рьяно защищают свою дружбу и право на общение с другими мужчинами? Потому что у них остается доступ к колоссальному источнику эмоционального ресурса. Женщины невероятно сильно кайфуют от всех этих эмоций, от всего того мужского внимания, которое они получают. То есть, все вот эти вот огонечки на сторис, в инстаграм, все вот эти реакции, то есть, все вот эти вот запросы на подписку, все вот эти вот там, то, что мужчины ей пишут. Все женщины, они чувствуют себя востребованными на сексуальном рынке. И поэтому, поэтому женщины пипец как не хотят от этого отказываться. Ну, то есть, это, представь, чтобы у тебя было что-то очень-очень крутое и ценное, и пришел какой-то дядя в твою жизнь и говорит, типа, все, вместо этого ценного, всего вот этого изобилия, буду один я, короче. Ну, типа, камон, нет, я привыкла, вот, типа, чтобы у меня было много всего ценного, я не хочу одного тебя иметь. Поэтому женщины не спешат отказываться от своих друзей. И, ну, зачастую, ребят, смотрите, если у женщины, женщина привыкла дружить с парнями, она привыкла ко всему этому вниманию, она привыкла ко всему этому изобилию мужскому, то вы ее не перевоспитаете, вы ей какого-то там поведения правильного, модели правильного поведения вы не навяжете. То есть, ну, важно понимать, что, ну, такая девочка, ну, опять же, вы сами для себя решаете, какая девочка вам подходит. Мне, женщина, которая дружит с мужчинами, у которой в жизни много других мужчин, вообще, в принципе, есть другие мужчины, кроме меня, ну, мне такая девушка для эксклюзивных отношений не подходит. Базара нет. У меня куча подруг, классных подруг, с которыми я классно провожу время в формате Friends with Benefits. Но это не формат эксклюзивных отношений. Я прекрасно понимаю, что у этих девочек, кроме меня, еще есть какие-то другие парни. Но и они мне мозги не ебут за то, что я тусуюсь с другими девчонками. То есть, все классно, все начали на расслабоне. И на самом деле формат Friends with Benefits, это сейчас все больше и больше даже девушек хотят встречаться именно в таком формате. Потому что они прекрасно понимают, что формат эксклюзивных отношений накладывает на них определенные обязательства. Которые, ну, если она не будет исполнять эти обязательства, то достойный парень, он это говно терпеть не будет. Он закончит эти отношения. И пойдет в отношения с той девочкой, которая будет соответствовать тем критериям, которые есть у этого парня. И я вам, ребята, советую всем, вот прямо взять листик А4 и две колонки сделать. В одной написать неприемлемо, во второй написать приемлемо. И написать вот честным, самим собой этот диалог провести. Типа, что для вас, как для мужчин, неприемлемо в отношениях с девушкой, а что для вас приемлемо. Вот, например, дружил с парнями. Куда ты? Неприемлемо. Дальше пишешь там. Еще куча-куча пунктов. Я не буду сейчас свои пункты полить, потому что это мои пункты. И я вам скажу следующее. Вот этот вот чек-лист, будьте готовы к тому, что чем больше пунктов в этом будет чек-листе вашем, тем дольше вы будете без эксклюзивных отношений. Но зато, когда эти эксклюзивные отношения у вас появятся, то вы будете максимально этими отношениями удовлетворены. Потому что вы изначально выбрали девочку, которая изначально соответствовала бы всем этим пунктам. Но опять же, пока вы выбираете девочку, никто вам не запрещает дружить с девочками в формате friends with benefits. И если вы там соблазняете одну, вторую, третью, и на пути вот вашего соблазнения вы нашли какую-то классную, клевую девочку, которая этим критериям соответствует, то ради бога. Я вас благословляю на то, чтобы вы какую-то эксклюзивную историю отношений с этой девочкой начали. Если вы этого хотите, и если девочка для этого подходит. Почему бы и да. Поэтому, ребят, имейте четкие личные границы. Никогда не соглашайтесь на меньшее. Очень тщательно калибруйте женщин. И не надо никому ничего доказывать, и никого ни к чему принуждать и менять пытаться. Вот, девочка такая, какая она есть. И это ты решаешь, какие у тебя с ней будут отношения. Смотрите, по поводу секса, да, всегда решает девочка, грубо говоря. По поводу секса всегда последнее слово за девочкой. Но по поводу отношений, последнее слово, всегда за тобой. И только ты решаешь, какие это будут отношения. Будут ли это отношения в формате friends with benefits? Будут ли это эксклюзивные отношения? Или это может быть какой-то one night stand будет вообще, если девочка, ну там просто на один раз и все. Такое тоже бывает. Вы либо хищник, либо добыча. И решать только вам. Только вам. С вами был Ваня Ройалти. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Вы что-то полезное для себя подчеркнули. Мы с вами не прощаемся. Регулярно видимся на ютубе. Не забудьте подписаться. Описание чекнуть. Там много всего классного, кайфового, крутого, молодежного, стильного. До новых встреч с вами. И удачи, космические ковбои. Субтитры сделал DimaTorzok